В многоэтажке на Можайском шоссе Ирина Кузнецова живет более 20 лет. И хотя ее квартира на втором этаже, лифтом пользуется постоянно. На ее памяти замены оборудования не было, зато теперь с музыкой можно этаж свой проехать. Мы были очень рады этому. Все хорошо, что новое, сами прекрасно знаете. А потом за этот период только один раз менялся лифт. Мы рады и довольны. По словам жителей, старые лифты тоже были неплохие, но по нормам срок службы их закончен, а это без малого четверть века. Теперь на их место пришли новые современные кабины. Например, грузопассажирский может за один раз поднять максимум почти 600 килограмм. Это лифты отечественного производства Щербинского лифтостроительного завода. Полностью соответствуют безопасности по законодательству Российской Федерации и Евросоюза. Надо любить новое оборудование, не бить ни самим. Как в правилах написано, очень часто бывает плохая практика, что когда люди застревают, пытаются сами вылезти из кабины. Тем самым разжимают двери и ломают привода. А вот от порчи лифта поможет антивандальная порошковая краска. По словам экспертов, она не позволяет хулиганам нанести царапины в кабине. Приказной аппарат из нержавеющего металла, поэтому кнопки поджечь тоже не получится. Основные критерии – это безопасность эксплуатации этого лифта. То есть все параметры, которые связаны с безопасностью, они соблюдаются в первую очередь. Это основное. Ну, естественно, и внешний вид. Вот в кабине видите дизайн, чтобы ничего не побито, не поцарапано. Механическая часть, чтобы была отрегулирована. В этом подъезде до конца февраля запустят и пассажирский лифт вместимостью до 400 килограмм. Совет дома принял решение поставить видеонаблюдение. Так спокойнее. Оборудование не из дешевых всего. Согласно смете, потрачено 7,5 миллионов рублей. Теперь так важно сохранить капитальный ремонт и новое оборудование в целости и сохранности. Проходит экспертиза лифтовного. И уже планируется, на какой год будет замена лифтов. Это лифтовое хозяйство, лифтеки, оно все ведется и в управляющей компании, и в лифтеки. Все ведется, отслеживается 25 лет, потом проходит лет экспертиза, продлевается на какой-то срок и потом идет к замене. Всего текущей программой капитального ремонта было на 2019 год запланирована замена 142 лифтов. В настоящее время около 100 лифтов уже заменено. В ближайшее время будут завершены работы по остальным лифтам. Всего на территории Одинцовского городского округа почти 5000 лифтов. На два года вперед в планы включена замена 76 единиц лифтового оборудования в 30 домах. Василиса Ивашкина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.